ФНАТИК ФРАГА УТ ЛИГУ ФНАТИК ФРАГА УТ ИГРАТЬ КАКИЕ КРАСАВЧИКИ ПРОСТО. ГИПЕРПУНКТУАЛЬНОСТИ КОНКРЕТИКА ПРИСУСТВУЕТ В ЭТОМ НАВЕ. Ну и смотрим, смотрим, что же будет. Триф-два. Триф-три, триф-три, извиняюсь. Один еще второй вот в спине. Ну видно, что немцы хотят сейчас нюк очень сильно. Для нюка у них есть все. У них есть Крис-Джей, у них есть Легия. Так, ну вот сохраняют какие-то, да, остатки тимплея еще на найф-раунде. Красный, Маркелов и Кучер. Но, тем не менее, Керамбит и дефолтный ножик вершат правосудие. Как я понял, стей пишет ДОСЯ. Это типа, ребята, это типа, ребята, ладно, мы останемся в защите, ничего страшного. Ладно, 1-0 по картам, друзья. Счет первой карты, 16-3 в пользу команды АСД. И сейчас будет нюк и первый пистолетный раунд, который мы с вами будем смотреть. АСД начнут в атаке. Ангел первый в стейке. Так, будет ли у него здесь еще? Нет, они сейчас посмотрим, как вообще поменяются. Так, ДОСЯ РАМ. И у ДОСЯ уже война. Принимает Тепсона. Пуш слышит второго. Готов. Готов стреляться, получает в голову, но вряд ли отпустит Крис-Джея. Хотя в попытке его не отпустить получает шальную пулю в голову. Легия закрепляет за собой все, наверное, позиции, которые можно было. И Аплэн тем более выбивает Маркелова. И Кучер в паре с Адреном остаются 2 в 2. Тизиан красный. Легия 100 хп. Поджим будки. Рисковый шаг. Кучера просто находят. И вот здесь вывезло немножечко сейчас немцам. Но мы видели, что один чек, он второй добил, но уже, ну, смотрение Кучера. Так, одного все-таки Адрен забирает. Ну, с Пингом 100, конечно, попасть в голову Легии здесь было бы уж слишком жирно. И 1-0. Мау Спортс отыгрывает один раунд. Вообще им нужна здесь просто крепкая, плотная серия, чтобы уверенно как-то стоять на ногах. Пока они выглядят более чем вяленькими ребятами. Но, наверное, чуть попозже разгонятся. Ну, первая карта совсем, конечно, ни в какую, ни за ними. И мы это с вами понимаем прекрасно, потому что все видели. Ну, как видим, разноплановые действия от АСД. У Мау Спортс же, так, Крис Джей суппортит под маяком. АСД занимает улицу втроем. Ну, и попробует, скорее всего, сейчас пойти вниз. Десант в мейн от Ангела. Халявы нет. И Ангел! Реализация ЦЗшки. Посмотрите, что делает Дося просто тут. Пытается развлекать Крис Жея, но тот его... Тот не дал ему просто играть фриплеем и спокойненько оставил за собой позицию. Сейчас может совершить ошибку. И да, на два пистолета попадает Крис Жей в попытке прекратить выход атаки в длинный. И Маркелов падает и чекает вверх. В итоге Тизерн пойдет сейчас за ним. Так, находит его здесь Маус Спортс. А вот бомбу-то не поставить, это будет тяжело. В итоге подобранный девайс не реализуется, ну и бомба выпадает в длинном. Остается последний Ангел, задача которого была, видимо, по всему зайти в спину. Но с учетом скоростей, которые предприняли Маус Спортс в этом раунде, у СД ничего не получилось, бомбу не поставили. Ну и Ангела ждут просто со всех сторон. Понятно, что он рано или поздно на них приземлится. Скорее всего, фраг будет за Тепсоном, может быть, за Тизианом. Ну да, вот, как видим, десант Цангелова сразу слышит, и Тизиан забирает этот фраг себе. 2-0. Ну вот теперь все или ничего для СД. 3-4, 4-3, 7-5, 0-3, 7-5, 0-3, 7. И посмотрите, сохраняют СД здесь дисциплину, и решают все-таки сыграть от третьего раунда, закупившись более плотно. Значит, будет что показать на Нюке. Так, Маркелов на Карамбите. Кремсон Веб. Убрал свой ультракрасный байонет. Тизиан. Ну это, знаете, такой относительный фейк сейчас был от СД. Они нормально плотно все раскидали, заставили защиту выбросить практически все на планете, но вот до конца, до конца как бы напугать их не удалось. То есть, Маус, конечно, все выбросили, ожидая девайсов, и хотели принимать закрытую пассивность фланта. Но у СД были просто другие планы. Подбирается бомба, и посмотрите, какой прострел пытался дать Тепсон. Этот парень что-то знает. Ну, Ангел развлекает здесь пиджея. Как может. Обращаю ваше внимание вот на это. Вот если вот здесь вот, например, сделать вот так, то никого можно не обнаружить. Ангел об этом не знает, его уже запирает в спину. Легия, Легия топает улицу. Ангел это слышит. Пытается ответить, но... Мы сами понимаем, что шансов здесь нету. 3-0. Первый девайсный для СД. Давайте смотреть, что сейчас купят парни. Так, ЭКМ, 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 ЭКМ. И в 5 ЭКМов или досят купит АВП и даст дроп? Вот думают, видимо, сейчас они на эту тему. Нет, все-таки в 5 ЭКМов сыграют, и будет, наверное, раскидка апланта. Есть два респауна. Ангел может сейчас, в принципе, сыграть от мейна, но пойдет на улицу. Да, те же самые. Те же самые, в принципе, расклады. Сначала аккуратно надо пробросить. Так, антикрис Джей смог. Обратите внимание, что у голландцев все еще нет АВП. Три смока, но здесь такая дымовая завеса, что, я не знаю, рисковать даже идти на выбивание. Не, Маус Спортс укрепляет улицу в последнюю секунду. И готовы, готовы принять стэк из двух человек. Крис Джей на простреле или что? Нет, даже не на простреле. Как видим, внешне забирает спокойненько кучер с Адреном. Тизиан отдается. И в этот момент, в этот момент ничего не подозревающие немцы не знают. О Досе с Маркеловым, которые остаются на своих позициях. Досе все еще чекает рамп. Но это инфа, то что один инсайт. Там еще есть Марик. Аркада по факту закрыта. Но вряд ли Маус Спортс будут проявлять именно такую гибкость, потому что больше эта команда похожа на тех парней, которые привыкли сидеть и ждать своего фрага. Так, закрываются двери. Плэн снизу чистый. Ну, почти чистый. И, по-моему, АСД принимает решение выйти. А Крис Джей подлавливает кучера. Запирает улицу. В этот момент Ангел так еще и не вышел. Крис Джей забирает Адрена. Дверь чистая, Тэпсон. И, ой-ой-ой, развалились все. Бутка не вышла. Ну и Тэпсон. Великолепная игра на кольте. Из-за, казалось бы, простой позиции, но именно на ней АСД совершают ошибку, играет невнимательно и просто его не чекают. Ну, если бы хотя бы догадывались о нем или были более внимательны, то просто сприфайра бы врубали. 4-0. Мауспорт очень хорошо начинают. И Голланд сберет свое угрюмое АВП. Оно угрюмое именно потому, что вот он, знаете, с ним так играет прям по злому, если там сравнивать. Вот очень похоже на стиль игры Гвардиана. Да, эти два парня напоминают друг друга, когда действуют в опасных ситуациях, в агрессивных ситуациях. Всегда пытаются покрутиться, повертеться, взять на реакцию, попасть. Ну, то есть могут, могут. Но здесь ему просто играть не дадут. Никто на него не пойдет. Хотя втроем решили, но не сразу. Куча радера с причеком. Не попадает пока что голландец, как видим, две пули мажет. Улица прошла. В этот момент напрягаются рампы. Криджей идет помогать Легии. Ну, Легия уже спустился на войну с длинным. Там Тизиан, который ждет. Кучер прошел винты. И вот, если сейчас Кучер поймет, то что Маус Порс даже, или Легия все-таки смотрит. И никто не смотрит, не знает, то что Кучер прошел. Думает, что никого нету в вентилях. Тизиан забирает Адрена. Кучер продолжает стоять и ждать, но Тизиан не знает о нем. Нужны какие-то действия тиммейтеров срочно. Дойс открывается на вилке вместе с Маркеловым и Ангелом. Ему удается спугнуть одного из игроков. Кучер проходит, видит Тизиана, зажимает, но тот справляется со стрельбой. Перепрестный огонь мог быть сейчас на вилке, но не до этого было. И проигрывает сейчас Легия свою позицию. В плент есть выход, но Тизиан по-прежнему ну просто тигр какой-то. Тигр контр-страйка из Германии. И давит, давит не по хрене. Смотрите, что делает Кэзи. Просто, просто в спине. Его даже не чекали, а он топал громче всех, походу. 5-0. Маус и Спорт отрываются с огромным разрывом от СД. Ну, не с огромным, но со средним, скажем так. И видно то, что проблемы есть на нюке все еще. АСД-шек. Ну, эта карта вроде бы у них и не была рабочей, но если вспоминать состав Виртуз Прогде... Ну, вот если, например, тут убрать так Маркелова, поставить Гвардиана, да? И... Не знаю. Фокс обычно. Кстати, вот куда пойдет Фокс, пока непонятно. Так, ну Маус и Спорт жгут. Жгут напалмом по-страшному, не давая пройти на А. Быстрой бомбы здесь не будет. Она уже на пленте, что будет делать парочка Ангел-Кучер. Мы сами прекрасно видим и не понимаем этого. Ангел просто хочет найти своего врага с этого пистолета. Но... Пока ничего не получается. В общем, бессмысленная и беспощадная просто игра на пистолетах. Так, кучера девятки гибнет, и Тепсон забирает Ангела спокойно при попытке разменяться. Как пастраунд облент? В комментариях, по-моему, это не нуждается Вот получится или нет? Нет, не получается У Маус Спортс идеальный прием, а? Вот сейчас получается, знаете, такой Своеобразный тактический тупик, наверное, у СД Они не могут понять, что нужно сделать Чтоб все складывалось как надо А вот после этого, минусу в упоре от Крис-Ж По-моему, Ангел вообще расстроится 5-3, 5-1, 5-2, 4-8, 5-0 Деньги на девайсы есть Смотрим статистику и видим, что она Становится потихонечку пропорциональной Первой карте У Доси не получается, хотя он уже Взрослый и умеет, у Маркелова пока Тоже не получается, да ни у кого ничего не получается Адрен только сделал минус 4 За 7 раундов, этого очень-очень мало Все-таки сторона защиты реально С какой-то нереальной Аурой позитива Тизиан отлично приземляется в плент на минус 40 хп Браво Браво, можно хлопать в ладоши Идет серия прострелов И на улице, как видим Есть прочий кавардак Вот даже дымы не помогли здесь сейчас Просто победить упорство к режиме И ЭСД пытаются вновь дублировать раунд на отвлек Перед этим отвлек Так Да, они отвлекли на улицу сначала Но потом все-таки проиграли Могли проиграть Хотя нет, закрыли, закрыли все Закрыли Мауспорт Здесь выход Снова Ангел последний Я вообще не понимаю, что делают сейчас ЭСД Потому что это не свойственно их игре Такое ощущение, что Чуть-чуть логики не хватает Вот Или может где-то моего понимания Ну как бы Ну отвлекли улицу на себя Крис Джей там Значит хорошо Но что делать дальше Выходят на Проигрывают врыву Не чекается вверх В двери вообще просто какой-то Беспорядок кавардак И как вот тут Принимать Непонятно Так, ну Ангел в поисках истины Заходит в каналку Тепсон не рискует Просто гробовая тишина У Мауспортс Все ждут инфы Ну и один Попытка сыграть на клач Ангел просто не считает Сейчас позиции немцев И он не знал Он не знал То, что укреплена улица И то, что три игрока Все-таки попробуют Остаться на планете Как видим Заканчивается все Неважно Но по крайней мере Стояла бомба Бомба это деньги Которых Как раз таки Сейчас без этой бомбы Не хватило Вы это можете уже заметить На хелсбарах Ну и соответственно Есть бай Развлекает Крис Ж Как могут Повторная попытка Пройти улицу АТСД Три дыма Не все рискуют Смотрим за стеком Адрен Первый заходит Доси в этот момент Забирает легию на рампах И Четыре пять Есть численное преимущество Первая половина Уже проиграна Но можно забрать Оставшиеся семь раундов Или хотя бы пять Которые нужны Ну вот Медленность действий По улице напрягает По крайней мере Хотя бы в длинном Не будет никто сидеть Посмотрите Сразу Предварительно готовят Пакет гранат Взрывают Длины Пошагово занимают Но особо сильно Никто не торопится Четыре в четыре Вот без доськи Будет очень тяжело Потому что Это парень Который должен В таких раундах Оставаться Последним героем И что-то пытаться Предпринимать Ну и Как сыграет Сейчас ангел Вылезает на чек Отдает бомбу АВП От голландца Просто божит Два в четыре Защитные секунды И Адрен Остается последней Не хватает Здесь У СД Практически Я даже не знаю Как это назвать Мана кончилась Или все силы На первой карте Потратили Крис Ж 9-0 Маус и Спорт Сдают ответку При том что Нехилую такую ответку Несмотря на это Я Напомню вам всем Что вчера мы смотрели Матч Клан Мистик Против Коллектива ЛДЛС И у ЛДЛС Была схожая ситуация Они практически Ну Им не давали Даже вздохнуть За атаку Они практически Не могли Ничего предпринять И ничего сделать Но тем не менее Умудрились Умудрились Взять свои Четыре раунда Или три Если я не ошибаюсь Можете меня поправить Но тем не менее Камбэк во второй полове Не был А здесь пока что 9-0 Отдача десятого раунда При том что АСД решили Опять таки Проявить дисциплину Которая Ни к чему хорошему Не привела В нескольких эко Когда можно было Закупиться И раздать Играют На четыре пистолета Плюс АК Смотрим за Крис Жеем Он мажет Минус авик Есть же Есть же Вот подсадка сыграла В первый раз За всю первую половину И Крис Жей уже не будет Себя чувствовать Настолько уверенно Разыгрывая Разыгрывая улицу От красного Тепсон подрезает Кучер из девятки Заходит ангел И топнул 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 Слышал его сейчас Тепсон Вот теперь точно слышал Ну на волевых Себя чувствует Сейчас АСД Потрясающе сыграл ангел Но этого мало Этого мало Потому что инфы нету Здесь просто Ну Тема какая АСД сейчас знает То что 2 на А точно Они не понимают Что делает Вот этот парень Они просто не понимают Они знают То что он может быть И снизу Он может играть Как суппорт И АСД пытается Сейчас сыграть Максимально гибко Скорее всего Это будет либо Ну вот идеально Было бы конечно Подсадиться Но по моему Они решили рискнуть И Сыграть 2-1 На нижний плент Маркелов будет Ставить Ой-ой-ой-ой-ой-ой Бомба падает В мейне Ну и Выход с девятки Ничего Практически не дает Кади безупречно Защищается с плента А Дрем будет Сейвить АВИК Ну еще умудрился Забрать Легию 10-0 Какая боль 2 на 10 Маркелов Дося 2 на 10 3 на 10 Кучер Адрен 5 на 9 И 7 на 10 У Ангела Маус Спортс Легия 7 на 4 Ну все в плюсе 7 на 5 Кэдиан Тизиан 8 на 5 11 на 3 Крис Джей Тапсон Идет 15 на 3 Пока разгоняется Ни хрена себе Стендин Сказал я себе По-моему Более чем Заменил Клайна Этот матч Говоря более чем Я считаю Что это правильно Потому что Ну реально Парень сделал Уже очень много Для команды Так Кучер не реализовал Свою АВП Которое засейвило В итоге Крис Джей Просто играет Сейчас в тир Для него Команда СД Превратилась Я не знаю В какой-то Каких-то уток Которые пытались Пролететь над озером В итоге Никто из них Не долетел То есть Они даже Не дошли До красного ящика Ангел остался Конечно Здесь на подхвате В размене Но понятно Что у него шансов Тут против Крис Джей Просто никаких нет Ну Во-первых Улица отдается И смотрится Либо отсюда Либо отсюда Либо с девятки То есть Здесь неважно Любые три позиции Они кроют Вот это вот все И видно Куда кто пойдет Очень рисковое решение Сейчас СД принимает Будут пытаться По-моему Выходить А и рамп Нет Доси не выходит Рамп дает смок Дает флэш Дает дальнюю флэшку Понимает Что там есть Прострелы Маркелов Перетягивается С бомбой Ангел по-прежнему Ждет Вот То что не дублирует Действия правильно То есть Действия в атаке Не ясно Чем это может Закончиться 4 в 3 Пытаются качать Защиту Ангела Дается Фронтекс Упадает Также Доси Ну и Маркелов Здесь тоже Никуда не выходит 11-0 11-0 И Маус Спортс По-моему Могут сейчас Своей картой Ответить И мы будем Смотреть финальную Разборку На втором Дедайсте Шансы на 4 раунда Еще конечно Сохраняются Но глядя на то Как железная Немецкая команда Стоит на своих Позициях У меня вообще Все вопросы Отпадают К ним Просто все Плюс Легия Крис Джей Вот эти Два парня Просто Творят Безумие Крис Джей Вот так Вот Не залетело Легия Там наверное Сейчас я уверен Вот истерический смех По-любому В кимспике Команда SD Присутствует Особенно После того Что С ними Вытворяет АВП При том Что Когда они Пытаются Дать дубль Вдвоем И пытаются Пройти Дальше За красный Их еще К этому АВП Бонусом Принимает Легия На плетке Попахивает По-моему Сейчас Рейп Рейп Офишал По-моему За всю больную Инферно Сейчас развлекается Команда Маус Спорс И Это явно Недооценка Соперника Тут уже Знаете Отмазка Типа Мы не готовили Карту Она не прокатит Это просто Недооценка Соперника При том Что Плотная Так Ну вот Первый Вроде Размен Как бы Рабочий Ситуация Еще такая Что поработать Можно 4 в 3 Абсолютно Ой-ой-ой Взрывает Дойсю Маркелов Тепсон Зашивает С фронт Икса Обойдя Просто жесть Опять Все кроется До СД Герои Фильмов Про войну Или про первый Полет на луну Или про жизнь Одиноких сердец Кучер тащи Все И тот Туда же 13-0 Мауса Спорт Я не знаю В общем Это какая-то Ну хоть один Возьмите Хоть один Возьмите Хоть один Раунд Нужно Здесь взять Сейчас СД А то будет Вообще Борода Во второй Половине Не ну Можно конечно Сделать Или они Найка Пытаются Вывести Маузов Я не понимаю Там по 12-13 тысяч По 16к Короче Уже есть У игроков Защита Тут уже парится Вообще Не стоит И ФФА ФФА Продолжается Счет по картам Друзья 1-0 В пользу команды АСД Пока Но ситуация Меняется Вот только Закончился Молотов Посмотрите Адрену Сразу на тайминг Накидывает Смог Пропрыг от Тепсона Боится то Что кто-то Может выйти Из окна Думаю Это СД Что делать Не кажется Вам что Что вот Как бы Ну я не знаю Тут либо Нюк Не играют Ребята Из СД Либо Проблемы Какие-то Сейчас С взаимодействием Были Может конечно Разница В пинге Такая Но я Не понял Логики По какой Вообще Причине И для Чего Адрен Абсен 19 на 4 Опять Видно Видно Что ничего Не получается Постоянно Какие-то Тупняки И вот Лишние 5 секунд Команда Простаивает При выходе На Б На А Так Опять Крис Жей Будет развлекать Сейчас всю банду Да-да-да Вот так вот Флэшчика Залетает От атаки Маркелов Дает Размен Убирает Тизиана Притом Очень хороший Минус Не знаю Как им-то Позволили При своей Дисциплине Кучер Плюс Маркелов Асист Фраг В пленте Кучер Отстреливает Маркелова Забирает Плент Кучер В шоке Тапсенс Фронт 1 на 1 Легия Ну и просто Изи Фор Легия 14-1 Маус и Спортс Дают ответку На своей карте И вообще Никаких шансов Не оставляют Команде СД Ну здесь Надо только Давить Смотрим чат ГХ Пишет Крис Жей ГХ пишет Адрен Крис Жей Пишет ХФ ХФ Ну я не знаю Камбэк это Или будет Сейчас просто Потный Пистолетный Но по-моему Маус и Спортс Хотят Второй Дедаст Решить на нем Все вопросы На самом деле Это было бы здорово А пока что Для команды АСД Команде АСД Посвящается Минута молчания Так Подрезали Ангела Не принялась При девятке Ну Крис Жей Сбрил Тоже самое главное Вообще Пистолетчик Сильный Вот Легия Сейчас еще себя Может показать Адрен убирает Легию Ну все Всех пистолетчиков Сбрили Пытается работать Тизиан Не дает Досе Не дает Досе Ему убить В бочину Гетто Вот так После фрага Втроем Втроем Вдвоем Ну Два Разбрасываются Один остается Да Оно Понятно А вот На этой карте Они уже выбросили Две гранаты Это плохо Так Чек от Кэди Она Посмотрите Что делает Кэди Этот безумный Датчанин Минус Кучер В планете С П250 Это эпично Было Ангел Ассистирует Досе А вот так Сидеть нельзя Можно сказать Сейчас Тизиану Потому что Вряд ли Кто-то выйдет Тем не менее Маусу дается Пробраться Под маньяк Под маньяк Убить девятку Ой бред Ой бред Бред Аплэнд пустой Тут играется Сплит Заходит Мейн Мейн падает И все Сейчас висит На волоске У СД все Висит на волоске Легия может Просто удивить Но нет Десантируется На Маркелова И тот дает Еще второй Минус 14-3 Смотрим на то Что будут делать Будет делать Немецкая команда 3-30 3-4 Все-таки Эко Все-таки Эко Да Им не имеет смысла Сейчас делать Волевой бай И рисковать Маркелов Берет АВП Ого-го-го-го-го-го Пыщ-пыщ Оло-ло АВП Которого Мы не видели На Инферно АВП Которое На Нюке Может быть Полезным Кучер Адрен Мы здесь не стали Малуспорт-церемониться Понимая то, что у них Девайсы впереди Решили просто Пробежаться И Сэкономить Время себе Ну кроме Крис-Джея Ну скорее всего Сейчас они общаются И возможно Даже Крис-Джей Наставляет их На путь истинный Ну Мне почему-то Кажется Что Адрен и Банда Смогут сейчас Дать ответку Ну просто видите В чем ссоль Если бы у них Было там Не знаю Хотя бы 3-4 раунда В запасе И счет был не 14-3 А там Закончили бы они 11-3 11-4 Половину Да Или там Хотя бы 12-3 То шансов было бы больше Просто 3 подряд Это 7 А потом еще надо Где-то 7 раундов Брать А с учетом того Что Маус Порс Будут закупаться Через каждый раунд Даже проигранные И еще непонятно Что у них там будет с бомбой Их будут ждать Огромные проблемы Я про СД А СД будут ждать Огромные проблемы И каждый раунд Просто становится Для тебя последним Тащить до допов Конечно можно Знаете Для моральной составляющей И для болельщиков своих Это было бы очень-очень Красивым шагом Со стороны СД Но я сомневаюсь Что это их карта С другой стороны Опять же Для болельщиков Потащить можно Досиан Пронимает раппы Пока нормально Пытается его разменять Тизиан Доси покидает После первого фрага Ангел дает ассист фраг И забирает также легию Пытающемуся пройти Под угол На желтом Тизиан разменивает Но Маус Спорс Весь свой активный Игровой стэк Проиграли Просто проиграли Все упали Все активное звено Кади плюс Тизиан Вот в первой половине Тизиан вообще Его не было видно Кади тоже И Два в четыре Попробуют эти парни Поработать Маркелов Досиан Ну и Досиан Просто не отпускает 14.5 Еще один быстрый раунд И у Мауса Спорс Начнутся проблемы С психикой Для начала С психикой Кстати странно Я ждал от первого Девайсного Команды Маус Спорс Намного больше Чем мы с вами увидели Обращаю внимание На то что Вариантов разыграть Первый девайс Понимая Насколько он важен Для них же самих И при таком счете Они решили Просто фаст рамп сделать Это глупо Это глупое решение Можно было Намного продуктивнее Выступить В прошлом раунде Ну и на двадцатом Просто парни Не будут рисковать Из-за СД Никто никуда не поджимает Маус и Спорс Также ждут И будут пытаться Ловить тайминг Тизиан в паре С Тепсоном Дают раскидку И будет фейк Выправить Человек Бомб Керри Кэдди Он до себя принимает Ну и смотрим Кади Увидел Крис Джей дверь Пытался вылезти И дальше Парни вышло Ключер прострел И это И это 14-6 Amazing На самом-то деле Глядя вот на это Глядя вот на это И понимая всю схему Да АСД Выходят на ЛГБ ЛГБ по сути Для них проходной соперник Внатек скорее всего Так же окажутся В финале Винеров И там уже будет Интересная заруба Мы будем болеть Именно за это Так Подсаживают Кэддиана На нуле Обращаю ваше внимание На изобретательность парней Ну Эту фишку давно знали Еще вот здесь Обычный чувак В углу стоит Сидит На эту дверь Вроде тоже можно залезть Если я не ошибаюсь И Например Можно забить На Аркадус Рамп Но Нормальный чувак Его просто найдет Ждет на голову Кстати И Маус и Спорт Сейчас Выглядят очень Быспособными Минус Маркелов На улице И Легия будет проходить Крис Джей Крис Джей Сделал вид Что ушел На самом деле Эффект подмены Сейчас будет Со стороны Маус Спорт И он был зачитан Да Зачекал улицу Адрен Ушел в последний момент Десант на Ангела Спрей И без шансов Ангел уходит На нижний Оставляет АВП на улице Но об этом еще пока что СДшки не знают Это несомненно Часть Важная часть раунда Не попасть на этого снайпера Идет раскидка рамп Но это полуфей Крис Джей Ну вот опять Снайпер решает Заходит в мейн Дейд Кучер кроет Минус один Тапсон дает размет Кучера пытается Забирать пленки А входит Эпсон Увольняет еще раз А остается Досик Который играет против АВП Прогоняет АВП Играет против плента Айвик красный Но бомба стоит на мейн У Доси в ситуации Один на один Против Крис Джей Шансов будет очень мало Крис Джей делает вид Даже не делает вид Просто Дося ждет мейна Но Крис Джей там уже нет Он оббегает Дося Внимательно играет Зачекивает пиксель Своего оппонента И сбирает его Минус Тапсон Вот это сейчас будет Бомбануло Бомбануло У Крис Джей Минус Три СВП 6.15 Все И АСД могут прощаться С этой картой Мы будем смотреть С вами Дос 2 Все Тащить уже смысла не имеет Развернуть будет Крайне сложно Ну то есть Здесь уже ставки Не такие на этой карте И Непонятно Непонятно Опять же На что рассчитывают Вообще сейчас АСД Но Крис Джей Вовремя кстати Сманеврировал И вот тут Маркелов увидел Сейчас Крис Джей Дали ему инфу Про ангар Не ушел Легия Конечно раунд В ситуации Вот опять же Первая половина И нет Тех 4 раундов Если бы они были Этот раунд бы ничего не решил Это была бы просто Роковая слушай Случайность для АСД Но теперь это просто Несомненно Адский факт Неприятный факт Для АСД Мао Спортс Пробили рамп Перестраили Перестраиваются Под маяк И смотрим на Егора Маркелова Который будет принимать Весь этот расклад Пытается Перекрестный огонь Делаем скриншот И ждем Дедаст 2 Продолж course По полос intel И можно уткнуть